Да, мы не будем молчать, потому что нашу страну разбазаривают, все продают, нашим детям не осталось никакого будущего, понимаете, геноцид происходит в Китае, и все это все молчат, только вот ООН, благодаря ООН, хоть какая-то туда огласка, вот что за беспредел у нас в стране творится, скажите, пожалуйста, когда нас услышат, когда скажут, вот это все. Даже консул Франции не может выйти, уже второй день просим. Второй день не может выйти? До сих пор не выходит. Наша земля разбазаривается, перед народом не отчитывается, что за беспредел, вот скажите, пожалуйста, пусть ответит, пусть наш президент перед народом за каждую копейку отсчитывается, сколько можно терпеть это все. Конституционные права наши не соблюдается, на митинг нам запрещают выходить, хотя по конституции я имею право, даже на одиночные лиги, которые выходят, им тоже запрещают, их тоже сажают. Мы устали уже молчать. Мы не хотим завтра быть под Китаем, нет китайской экспансии. Мы требуем, чтобы вернули конституцию 93-го года, вернуть нам конституцию 93-го года. Они все эти законы под себя переписывают, наша воровская верхушка. Смотрите, нас как мало вышло, потому что все боятся, всех запугали, всех активистов пересажали. Потому что они все тут же. Я работаю в большой организации, и только я одна вышла, потому что все боятся, никто не хочет выходить. А я вот одна пенсионерка вот выхожу, мне 64 года уже, больная, косая, хромая, косая. Вот женщину в прошлый раз без суда следствия с пенсии забрали деньги. Почему? Не одиннажды, а дважды? Два раза, вот. Берут административные, что боятся меня садить, потому что я и гипертоник, и с головой не по этой проблеме туда-сюда. Так они мне решили материально, понимаете? Берут и 20 МРП, первый раз, значит, ага, 4 МРП, значит, второй раз. Это что за беспредел? Скажите, пожалуйста, что мы бешеные деньги получаем? Значит, нам прибавляют по 5, по 7, это в год процентов, а поднимается все буквально, буквально все поднимается. В первую очередь, мы народ, в первую очередь, нормально, чтобы сыто ели, чтобы мы были здоровы. На лекарства, на продукты поднимаются на 30-40, как минимум, минимум 25 процентов. Это справедливо? И что, никто об этом не знает? Говоришь даже в автобусе, говоришь где-то что-то, молчок, молчите, вас же заберут сейчас, вас же заберут. Кого бояться? Чего бояться? Кого бояться? Кого бояться? Мы уже отбоялись. Так это же уже сколько лет действительно продолжается. Ну сколько можно терпеть? Ну, ребята, я не понимаю, молодежь, почему они боятся, потому что боятся, мест лишиться. Видите, они выходят на митинги и их же увольняют. То есть это, от этих, как сказать, отчисляют. Как же рабочие, те, которые у бюджета где-то что-то, их тут же увольняют. Понимаете, они же все запуганы, потому что если еще лишатся работы, учебы, какое средство существования? У нас нет уже средства существования. Поднимаются и поднимаются цены до безумия. Ну и что? Никакой работы. Ни одного завода после распада Советского Союза. У нас вот хоть папа наш, слуга народа, построил хоть один завод, фабрики, заводы. Ничего нет. Только распродал, только разбазарил. Всем своим этим, олигархам своим. Теперь они ни минуты, ни работы, ни секунды работы. Они мультимиллиардеры. А народ, извините меня, уже скоро будем асфальт. И местная вода, говорю, заводу будем платить. В горы пойти, значит, где-то что-то здесь прогуляться. Плати, плати, плати. Завод нужно столько платить. Как это так? Это все народу преподлежит. Сколько мы можем говорить об этом? У нас богатейшая страна. Все у нас есть. Нефть. Ну что нам будущему? Будущему, что останется вашему поколению? Нашему поколению? Ничего. Все распродается. Буквально все распродается. Ну сколько можно об этом уже говорить? Ну уже язык действительно опух. Все прекрасно знают. Я говорю уже... Она живет. Я не знаю как. Как еще достучаться до них? Как достучаться? Все. Им абсолютно все равно. Абсолютно все равно. А мы тут задыхаемся, значит, мы криком кричим. Нас не слышат, вы понимаете? Нас не слышат и не хотят слышать. И вот больно и обидно. И за что? За что, говорю, мы так? Я говорю, господи боже, мы, мы... Извините, мы этого заслужили? Про работу, говорю, про работу всю жизнь. И теперь на нищенские вот эти пенсии живем. И ходим, выбираемся где-что по распродаже. Где-что это, где-то, что-то. Ходим в эти курсы по 18, по 15 лет, извините. Потому что у нас нет возможности ничего приобрести. Вообще, кроме как коммунальных лекарств, а вы без лекарств, все. Лекарства, каждый день, они все дорожают, дорожают, дорожают. Наши все хорошее забирают нас туда, всю дерьмо везется. Да и между, говорю, какой там народ? Они давно уже отвернулись от него. Мы же быдли для них, мы же быдло для них. Их предел один. Еда ужасная. Во-первых, качество. Да что говорить об этом? Даже в этих, у нас заводов, даже, господи, ну все, все импортное, все импортное. Ничего не осталось. Сколько можно это все терпеть? И такой импорт, что, говорю, есть невозможно. Поэтому у нас раковые заболевания бесконечны. Потому что ни завод, ни фабрик, ничего нет. Наши ковры выпускались раньше. Да, ничего не выпускается. Все распродажено.